Обещание 10 дней назад заблокировать республиканскую трассу Р-30, если власти города Новые Анины не отложат принятое решение о закрытии школы в селе Новая Троица, было выполнено. В понедельник в полдень жители в сопровождении группы сторонников партии коммунистов из районов Новые Анины и Штефанводы с однаменами и лозунгами во второй раз заблокировали дорогу республиканского значения, проходящую через село. На этот раз протест был недолгим. Из-за вмешательства полиции движение возобновилось через 20 минут. Протестующие остались с представителями от коммунистов планировать дальнейшие действия, если решение властей не будет отменено. Как и раньше в революцию. Каждый выйдет с сапой. Топором. Каждый. Не оставим так. Каждый. Не оставим так. И приехали аж Штефанводы. Там были села Алава. И еще откуда? Семеновка. Приезжали и тоже отставить, как бы помочь нашему селу. Ну и у них тоже такие же самые проблемы, как и у нас. Ну приехали, спасибо. Человек 100, наверное, был на трассе. Это как бы предупредительная забастовка. Посмотрим, завтра будет решение района Косильва. Если ничего не изменится, значит будем дальше продолжать. Родители и учители, они хотят, чтобы их дети учились в других школах района. Это уже, не знаю, крики утопающего о спасении. Не могу сказать, почему они никак не реагируют на это. А сегодня это была опять акция протеста, потому что завтра заседание консилиума. Опять будет решаться вопрос о нашей школе. Кто приедет в хутор, кто захочет жить в селе, где нет школы, нет примареи, нет детского садика, ни клуба, ничего. Они утверждают, что не позволят властям закрывать школы. И для этого они готовы прибегнуть самым крайним мерам. Закроем двери в консилиуме. И не дадим выйти консилирам, которые голосовали за закрытие школы. В средней школе села Новая Троица учится 70 детей. Во вторник, 1 октября, районный консилиум города Новые Анены примет окончательное решение о том, будет ли закрыта школа и где продолжат свою учебу дети.